вот запасы иван-чая сейчас мы будем собирать он пока еще не начинает зацветать но листья уже имеет целебную силу и очень очень нежный мы отлично съездили набрали много иван-чая красота поедем его обрабатывать а перед этим искупаемся внешне после сбора иван-чая я его заморозил и разделил на две части первую часть я просто подвергал на ветру высушил а вторую перекрутил пересыпаем перекрученный иван-чай и уплотняем чтобы было меньше воздуха закрываем крышкой плотной и оставляем на ферментацию в течение суток способ альтернативный перекручивания это сначала подвялить в течение получаса или часа лучше в тени вот у меня солнце на ветру желательно после чего трава становится мягче и ее можно умять в какую-то тару стеклянную или из нержавеющего металла и оставить на сутки на ферментацию после того как листва подвяли на она очень легко компонуется даже в небольшие объемы и она такая становится очень такая вязкая немножко вот для того чтобы трава не подсыхала под гнетом я сначала кровью пакетом в который собирал а потом накрою тарелкой поставлю гнет после этого я оставлю это все на сутки примерно вот проверить качество ферментации можно по определенному запаху такой получается фруктовый запах не травяной скошенной травы а более фруктовые какие-то нотки вот это означает что трава про ферментировалась и готова к дальнейшей переработке сушки 5 литров перекрученной травы иван-чая и три с половиной примерно литра подвяленной травы которую я умял поставил под гнет я вернусь к этой траве примерно через день а пока у нее идет процесс ферментации после около суток ферментации я просушиваю прожариваю иван-чай в духовке при температуре 80 градусов часть измельченного иван-чая я сушил в духовке вот это просушенные при 80 градусов а вот это для цвета просушены при 100 градусов он темнее вот такой сушеный тестовой проферментированный иван-чай я ставлю в печку на температуру 110-120 градусов на 15 минут когда он приобретает дополнительный аромат и какой-то особенный жар при питье а какой аромат ну вот теперь у меня две баночки готового ферментированного просушенного иван-чая вкуснотища вот готовый чай ароматный вкусно как я рекомендую готовить иван-чай первый способ с морозилкой а вы после сбора иван-чая привозите домой и укладывайте в пакете в морозилку через сутки примерно вы достаете он хорошо проморозился высыпаете его на какую-то ткань пленку и подвяливаете на ветерке он становится мягким после чего утрамбовывать его в какую-то емкость нержавеющую эмалированную стеклянную и оставляйте на сутки при температуре при комнатной температуре после этого как чай проферментировался вы достаете его и просушиваете просушивать лучше на сквозняки или поставить вентилятор если даже листья просто есть листья листья просушивать медленно то они теряют аромат и становятся менее вкусными это один способ а второй способ это вместо перемораживания использовать перекрутку на электрической мясорубке но тогда нужно понимать что сушить его нужно в духовке а не на ветру а вот мне этот способ чуть чуть меньше нравится но вы выбираете такой который вам больше подходит до встречи